Итак, всем привет, ребят! Как у вас в лишке рассказы? Мы сегодня же начинаем. И мы сегодня будем строить самую крутую ферму в Майнкрафте. Она, наверное, самая необходимая. Без неё вообще никуда. И, наверное, самая такая, типа... Ну и, в принципе, она простая, я бы сказал. Ничего сложного во время постройки я не заметил. И сегодня я покажу, как это делается. И в конце ролика вы увидите, для чего вообще мы это делали и зачем мне эта ферма нужна была. Поехали. Вот так вот, ребят, она выглядит. В принципе, выглядит очень сложно, но построить её очень легко. И вы сейчас сами в этом убедитесь. Поехали. Для её постройки нам понадобятся вот такие вот предметы. Наблюдатель 10 штук, раздачек 11 штук, воронка 15 штук, компаратор 1, 26 повторителей, рычаг 5 редстоуна, сундуков немножко, костёр. Лучше костёр-душ, но у меня нету. Лените в ад и искать эти песок-душ, чтобы сделать костёр. В принципе, можно и обычный, но костёр-душ быстрее сжигает и быстрее будет фармить. Лучше его. 10 ведер, потом плитка из каменного кирпича, много штук, стекло много штук, булыжник и люк. Если вы хотите делать для пороха, то нужны будут люки. Позже объясню для чего. И подмостки больше, чем 51. Я у меня просто пока 51, потом ещё нафармю. В принципе, это всё. Можно приступать к постройке. Для этого нам понадобится территория примерно 7 на 11 квадратов. Выбираем в море. Я встрою в море, потому что, наверное, это самое лучшее место. Но также можно будет и где-то в своей деревне там построить непринципиально, но лучше в море. Так, поехали. Берём сундуки. Размещаем вот таким образом. К ним делаем воронки. На воронки ставим сундуки. Вот так вот должно получиться у вас. Потом мы делаем воронки вот так. Вот так вот всё должно у нас выйти. В идеале. Дальше мы берём, отступаем один квадрат примерно вверх. И вокруг этих воронок строим вот такой вот ободочек. Берём и отступаем примерно по 7 блоков в разные стороны. И по краям всё это соединяем. И потом вот эти все промежутки мы просто заполняем этими булыжниками. По бокам нам нужно будет сделать барьер из стекла. Сразу можете сделать подмостки, чтобы постоянно не залазить, не ломать эти булыжники на них. Просто будет так удобнее. Так, на углах ставите вот так вот по 3 стёклышка. С каждой стороны. Разливаете воду по углам сначала. И также разливаете воду по всему периметру. Если вы всё сделали правильно, у вас должно получиться примерно вот так вот. По центру поднимаемся на 2 блока вверх. И ставим раздатчик сверху. Каждую сторону отступаем по 6 блоков. А на 7 ставим стекло. Ну и, пожалуй, самое сложное, что в этой ферме есть и нудное, это вот такую вот пластину, это этаж, и надо будет их повторять несколько раз. Я прикреплю картинку. Потом строим вот такую вот штучку на 2 этажа. Ставим наблюдатель, чтобы он смотрел стрелочкой вниз. Поднимаемся на него и на него ставим раздатчик. И теперь нужно повторить будет то же самое, что мы делали до этого со стёклами. чтобы постоянно не рассчитывать эту таблицу и не постоянно не ставить стёкла, высчитывать там квадраты, проще ставьте сначала булыжник на него, на стекло. и сразу сверху стёкло ставьте. И дальше повторяем предыдущие этажи всё то же самое, пока не закончатся раздатчики и наблюдатели. Так, на последнем этаже мы просто всё застраиваем кирпичом, никаких стёкл ставить не надо. Наконец-то мы закончили. Почти закончили эту ферму. Как это было долго. Берём повторители, размещаем их на последние вот эти вот задержки в одну сторону. Так, вот этот брусок мы заменяем на вот такой. Здесь ставим ещё один. И также идём в другую сторону. Так, здесь то же самое делаем. С одной стороны мы делаем вот такую редстоуновую дорожку, а с другой ставим наш компаратор. Так, сюда редстоун и сюда получается рычаг. Проверяем. Так, а с другой стороны мы размещаем компаратор, редстоун и рычаг. Проверяем. Потом берём всё, застраиваем всю крышу вот такими блоками. Отступаем в каждую сторону по 10 квадратов и всё это дело соединяем и получится у нас вот такая вот крыша, чтобы была тень и днём тоже появлялись мобы и можно было фармить днём. На каждый этаж в раздачек мы кладём по ведру воды. И осталось только разместить нам костёр в самом низу на наших воронках. Теперь нам нужно построить АФК-зону до 180 уровня. У меня уже есть одна, поэтому я строить не буду. Так, я оставлю минут на 10 посмотреть, сколько там зафармится вообще, работает ли она или нет. Может быть, я где-то ошибся, посмотрим. Так, смотрим. Ну, мало, конечно, но в принципе самое главное, что она работает и не придётся ничего переделывать. Совет, если вы хотите фармить только порох, то нужно будет ставить люки. Я вам сейчас покажу, как. Вон, видите, на каждом этаже наверху на потолке стоит люк. На каждом этаже ставите, тогда у вас будут резаться только криперы и будете фармить только порох. А вот сколько у нас нафармило, кстати, моя первая ферма, но здесь только порох, вот, видите. Нереального количества. Но я здесь ставил на несколько часов, наверное, АФК-з, чтобы он всё это фармил. Просто смотрите, что тут есть порох. А вы спросите, а зачем тебе, Серёга, столько пороха? Что ты с ним будешь делать? И это, конечно же, вторая часть нашего видео. Сейчас я вам покажу, что мы с этим порохом будем делать. А из пороха мы с вами будем делать динамит. И, естественно, будем что-то взрывать. А что сейчас? Ну, я думаю, первый взрыв будет такой небольшой. Чисто затестить, но в следующем видосе обещаю, постараюсь и сделаем какой-нибудь офигенный, красивый, несбываемый подрыв. Посмотрим. Я очень долго думал, что же такое разнести на своей карте и ничего прикольного не придумал, как просто подорвать всех моих баранов, которых я не так долго, но всё равно выращивал. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok и так, всё, готово. Осталось всё это дело подорвать. Так, всё, стрела у меня есть. Все трюки выполнялись у профессионалов, и не пытайтесь повторить это в своём Майнкрафте. Ну, поехали. А, интересно, сейчас сильно бомбанёт или нет. Нифига себе! Они просто в шоке. Просто, посмотрите на них. Что произошло? Обалдеть! Вот это жёстко разнесло. О, боже. Ну, ничего страшного. Я... Я возмещу все ущербы. Всё отстрою потом. Офигеть! Ну, за этот взрыв можно, конечно, и лайк поставить. О, май гад. Всё, спасибо, я тут досмотрел этот ролик до конца. Я думаю, в следующем ролике мы сделаем ещё более масштабную и интересную операцию. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!